Обсуждение серьезных тем предварило поздравление. Вея Стефановне Северюковой вручили почетную грамоту атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглова за активную помощь казакам Анапского районного казачьего общества при выполнении ими задач по возвращению Крыма в состав Российской Федерации. Затем депутаты перешли к повестке дня. Первый вопрос – внесение изменений в бюджет текущего года и двух последующих. Доходная часть выросла, в том числе, за счет увеличения безвозмездных поступлений с краевого бюджета. Расходная часть бюджета Анапы в первую очередь ориентирована на решение проблем в социальной сфере. У нас увеличены поступления в бюджет. Это 48,4 миллиона рублей на капитальный ремонт дорог. Это с учетом софинансирования нашего 5300. И выделено субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам 86 миллионов на приобретение 82 квартир. В ходе сессии депутаты приняли жизненно важный для города документ. Устав муниципального образования. И заслушали доклад заместителя главы курорта Александра Колесникова о комплексе мероприятий по увеличению производства молока, мяса и яиц и обеспечению этой продукцией анапчан. Глава Анапы Сергей Сергеев заострил внимание депутатов на важном вопросе, вступивших в силу изменения федерального законодательства в сфере градостроительных и земельных отношений. Те вопросы, которыми мы занимаемся с вами в течение двух с половиной лет, без малого, нашли отражение сегодня в некоторых федеральных законах. О чем я говорю? Сегодня использование земельного участка. В марте уже опубликован закон по нецелевому назначению. Штрафные санкции исчисляются от суммы кадастровой оценки. Не использование земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства. Ну там отдельно по статьям. Сельхоз назначения. То, о чем мы говорим. Стоит виноградник брошенный и так далее, и так далее. Либо сельхоз земля используется для других целей. То же самое. Наведение порядка в первую очередь требуют люди, прокомментировал Сергей Сергеев и добавил. Кошмарить бизнес с контролирующим органом не позволит. Но и незаконную подпольную деятельность предпринимателей допускать нельзя. Работа в этом направлении продолжится, и депутаты должны принять в ней самое активное участие.